И я начну, в общем-то, с Хануки, да, с которой неверно сегодня начать. Что мы празднуем в Ханку? Казалось бы, классический ответ в победу евреев над греками, а также над Олимистами своей собственной сети. И как же мы празднуем Ханку? Попразднуем ее, зум, смотрение на свет Хануки. Главная заповедь Ханки – смотреть на свет Хануки. Причем категорическим нарушением этой заповеди является использование этого света в каких-либо посторонних целях. То есть, например, что книжка читает. Значит, это должно быть смотрение, во имя смотрения и для смотрения. Это и есть эта заповедь. И нет в иудаизме, в Библии точнее говорят, что в иудаизме еще на ногти надо смотреть, да, в Хребенномове. Нет в Библии никакой заповеди, крови. То есть, крови тоже не годится это слово, но все, в Библии нет, естественно, Хануки, хотя есть, как говорят некоторые на них. Нет в Библии такой заповеди, что смотреть на свет. Есть в Библии, естественно, семисвечки, как утварь храма, но там нет предписания смотреть на свет семисвечек. Значит, где же мы знаем заповедь «смотреть на свет»? Именно вот смотреть эту заповедь мы знаем исключительно из мистерии Гречесиства. И более всего из мистерии Люфтиси. Где, собственно говоря, центральный момент ритуала – это как раз и есть смотрение. По-кречески, теория, то есть та самая теория, которая нам хорошо известна, да, это самое смотрение организует, им руководят жрецы, которые называются иерофанты, то есть те самые, которые, то есть священно-показыватели, они показывают. А участники, собственно, мисты, участники мистерии, называются эпопты, то есть смотрящие, и они смотрят. То, что они смотрят, это вот некое таинство, это некий свет, который вдруг раскрывается из-за занавеса. И из этой мистерии, из этого, казалось бы, такого глупого суеверия, рождается два маленьких явления, одно из которых называется театр, а другое – флософия. Значит, поскольку и то, и другое теория, и то, и другое смотрение, но в случае с театром, это самое смотрение происходит путем размыкания вот этой самой палатки, которая балаган сущности, и которая называется скэн, где, собственно, искры цвет, и которые становятся постепенно сценой. И далее из этого балагана, который связан с мистерией, растет театр. А теория, собственно, означает смотрение презрелища. Но дальше явились люди, которые все испоганили, а именно философы. И которые восприняли это самое смотрение, зрелища и развлекуха, не так, как это должно быть, то есть зрелища и развлекуха, а как умозрение, умное смотрение, очами умными, да. И всякое там быдло, оно может ходить и смотреть театральные представления, и думать, что то, что они видят, и есть истина, но мы-то, философы, знаем, что то, что есть истинный свет, это на самом деле докса, то есть кажимость, или феномен, то есть феномен, да, то есть видимое, которое есть только вот то, что кажимость, и то, что видит всякий, так сказать, обыватель, толпа. А мы, мудрецы, видим то, что находится за этим, а за этим находится что? Несокрытое. То есть истина. То есть по-гречески «алетая», от намтана скрывать, да. Вот несокрытое мы видим, и это несокрытое есть истина сущее, бытие. Его мы наблюдаем. Происходит же это следующим образом, как описывает Платон в знаменитом, значит, своем диалоге Федор, значит, душа напоминает колесницу, и вот души человечества, а также боги, они путешествуют по высин, за небесными, за звездным, и, значит, вот, естественно, боги наиболее окрылены, все остальные менее, 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 менее. И вот эти самые души, а также боги, они достигают верхней гряды, и через эту гряду заглядывают туда, по ту сторону бытия, эпигиенадесусиес, и там они находят другом сущее, в которое они всматриваются умными очами. Значит, теперь еще другая, опять-таки, другой миф Платона, это миф о пещере. Значит, мы сидим все в пещере, мимо наших спин проносят, мимо огня проносят изображения какие-то там, которые, естественно, тени их видны на стенке пещеры, мы думаем, что это самое настоящее. Но некоторые из нас, самые умные и смышленые, они выкарабкиваются из этой пещеры на дневной свет. И, естественно, что с ними происходит? Свет их ослепит. Свет их, они становятся почти ослеплены. Значит, с точки зрения Платона, мы, значит, вот, постижение Алета, постижение сущего, истинно сущего, которое неподвижно, значит, вот всегда равно самому себе, оно доступно истине. А постижение кажущегося, вот этого вот феномена, движущегося мира, оно доступно мифу. И, соответственно, оно требует веры, которая есть крайне такая низкая степень познания. Значит, мало того, что пришли философы и все испортили, дальше пришли евреи и испортили еще больше. Значит, в частности, они перевели Тору на греческий язык в Александрии, и у них получилось, что сущие, то он. Это уже не то он в среднем, а он, то есть сущий, то есть он, да, значит, Бог. И этот самый сущий, он, значит, с ним время от времени происходят какие-то вещи, когда он является. Допустим, он является Моисеем, когда тот просит его явиться, каким-то образом показать его и тогда Бог ему говорит, что ты не можешь видеть моего лица, не может смертно видеть лицо Бога и не умереть, но ты можешь видеть меня со спины. И он проводит мимо Моше, он проводит то, то, что в точном, более-менее точном переводе севритом будет означать тяжесть, весомость, да, кого-то. На греческе это перевели как докса. Докса, это вот то, что я вам сказал, это видимость, кажимость, то есть нечто третиразрядное, но одновременно это и слава. Поэтому в русском варианте Библии вы встретите, что Бог проводит мимо него свою славу. Значит, в таком виде это попало уже к человеку, который мало того, что был евреем, был еще вдобавок и философом. Его звали Филоном Александрийским, жил он с 20-го где-то до нашей эры, по 40-е нашей эры. Филон Александрийский подхватил вот этот вот эпизод и истолковал его следующим образом. Что значит Бог проводит свою славу, свою доксу мимо Моше, мимо Моисея? И говорит ему ты не можешь видеть лица Моего. Это значит, что человек не может своими силами видеть истинное сущее. Он не в состоянии, он не в состоянии, в отличие от Платона, который говорит, что человек может видеть истинное сущее, если душа его когда-то там путешествовала и заглядывала по ту сторону гряды, истинное сущее. с точки зрения Филона, человек своими силами не может видеть истинное сущее. Поэтому он обращается к Богу и просит покажи мне истинное сущее. Да? И поэтому истинное сущее, которое ему показывают, докса, которое с точки зрения Платона это третий разрядное, оно апсеудес, оно не ложное. Бог показывает ему не ложное истинное сущее. А откуда же Моисеев, мы все остальные знаем, что оно не ложное? Потому что мы веруем. Мы верим в то, что оно истинное сущее. Поэтому вера, которая для Платона нечто третий разрядное, здесь это первостепенное, потому что мы не можем познать истинное сущее. А что значит, что мы не можем видеть с лица только со спины? Это значит, мы не можем видеть истинно сущего, но мы можем видеть его отпечатки в действительности. То есть идеи как таковые, мы видим их отпечатки на Земле.